День в истории. 20 июня 1918 года в Петрограде эсером убит Володарский, большевик, активный участник Великой Октябрьской социалистической революции. Весной 1918 года по предложению Григория Ивановича Семенова при ЦК партии социалистов-революционеров был организован центральный боевой отряд. Целью было физическое уничтожение руководства РКПБ. Первоначально отряд дислоцировался в Петрограде. Боевиками планировался взрыв поезда, в котором высшие правительственные и партийные деятели РКПБ собирались выехать в Москву. Но боевики не смогли установить, что поезд с Лениным отправился не с Николаевского московского вокзала, а с неприметной платформы, цветочная на окраине Петрограда. Первая удачная акция была осуществлена в Петрограде 20 июня 1918 года. Был застрелен член президиума в ЦИК и комиссар по делам печати Петросовета Володарский. Велась подготовка к убийству председателя Петроградской ЧК Урицкого. 1931. Родилась Марина Лаврентьева-Попович. Единственная в мире женщина-пилот, установившая 102 мировых рекорда на самолетах разных типов. Она военный летчик-испытатель первого класса, полковник-инженер, доктор технических наук, заслуженный мастер спорта СССР, автор книг и киносценариев. В 1933 году скончалась Клара Цеткин, деятельница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. 1940 год. Свержение фашистской диктатуры в Латвии и восстановление советской власти. 1942. Ленинградские партизанские бригады совместно с латышским партизанским полком за советскую Латвию начали рейд в тыл фашистов в Латвию. 20 июня 1945 года в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. Накануне взятия Берлина по образцу государственного флага СССР было изготовлено 9 экземпляров Знамени Победы. По числу дивизий из состава Третьей ударной армии, сражавшейся в первом эшелоне советских войск, штурмовавших Берлин, авангардные штурмовые группы, составленные из воинов-добровольцев, стремились как можно быстрее водрузить Знамя. Флаг номер 5, ставший Знаменем Победы, несла группа трех бойцов во главе со старшим сержантом Ивановым. Он получил смертельное ранение при прорыве к верхним этажам Рейхстага. Но сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, которых прикрывали их соратники по 756 полку 159-й стрелковой дивизии, все-таки водрузили Знамя Победы. Поздним вечером 30 апреля 1945 года под крышей Рейхстага появился красный флаг, а вслед за этим было поднято еще два таких же знамени. На следующий день Знамя Победы перенесли на стеклянный купол здания. Там оно находилось до Дня Победы 9 мая 1945 года, после чего хранилось в штабе 150-й дивизии. 20 июня 1945 года Красное Знамя Победы на особом транспортном самолете было доставлено в Москву, а 24 июня 1945 года во время Парада Победы советских войск Егоров и Кантария торжественно пронесли его по Красной площади столицы. С тех пор Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил России. 1946. Сталин и космос. Прошел всего один год после окончания войны, а Сталину 20 июня 1946 года подается докладная записка о рассмотрении предложения о создании ракеты для полета человека на высоту 100-150 километров. 1950. В ЮАР принят закон о борьбе с коммунизмом. Этот закон запретил коммунистическую партию Южной Африки и позволял запретить любую партию, которую правительство объявило бы коммунистической. Членство в КП ЮАР каралось тюремным сроком до 10 лет. 1950. Правда опубликовала статью Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Цитата. «Стоит только сойти языку с этой общенародной позиции, стоит только стать языку на позицию предпочтения и поддержки какой-либо социальной группы в ущерб другим, социальным группам общества, чтобы не потерял свое качество, чтобы он перестал быть средством общения людей в обществе, чтобы он превратился в жаргон какой-либо социальной группы, деградировал и обрек себя на исчезновение». Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова